Доброе утро, дорогие телезрители, с вами в студии Мадина Лайпанова, и мы продолжаем наше вещание. 5 мая этого года госпиталь для тяжело больных животных Белый Клык отметил свой пятилетний юбилей. И сегодня у нас в гостях присутствует руководитель данного приюта Анар Баширов. Доброе утро, Анар. Доброе утро, Мадина. В первую очередь позволь поздравить тебя с таким первым, наверное, крупным юбилеем. Я надеюсь, что их будет еще очень много. Белый Клык – это уже, наверное, такое имя нарицательное в нашей республике. Мне кажется, нет человека, который бы не слышал о госпитале. За эти годы вы оказали помощь, если не десяткам, то точно тысячам. От животных и кошки, и собаки, и птицы даже знаю, да, были кролики и так далее. Но хотелось бы сегодня все-таки немного познакомить, наверное, ближе наших телезрителей с тобой, как основателем данного приюта, госпиталя, да, и рассказать немного историю создания вообще, собственно, Белого Клыка. Интересно само название, почему когда-то ты так вот назвал госпиталь. И как так получилось, что ты, в принципе, начал помогать животным? Ну, все началось еще со студенческих времен, то есть по дороге в колледж постоянно встречались какие-то животные. В основном это были кошки на остановках сидящие, то есть там начал подкармливать животных. Ну, как-то вот так все и началось. Далее на мой путь попадали именно пострадавшие животные, то есть не просто животные, которые ждут там пищу, а именно которым требуется помощь. Травма какая-то, да. Какие-то травмы, инфекции. В основном это были кошки. Первоначально, да, проходил как бы мимо, не зная, что делать. Далее уже начал обращаться в ветеринарные клиники. После нескольких случаев с пострадавшими животными, решил, что нужно действительно помогать животным, так как все проходят мимо. А вот в начале как было, да, это сегодня Белый Клык, это место, где, собственно, есть какой-то участок земли, есть вольеры обустроенные, нужно сказать, да, там у тебя, в принципе, созданы условия за уходом, но в начале-то этого не было. Первоначально, да, все животные с улицы поступали к Анару домой. Перевалочный пункт такой, да? Да, то есть одна кошка, две кошки, десять, и на этом всё. Предел как бы был приостановлен, потому что всех животных домой не заберёшь. А как близкие реагировали вообще? Первоначально родители вообще были против. То, что всех животных домой, так скажешь, это инфекция, это, ну, как-то вот так. Не каждому родителю это понравится. Согласна. Ну, дальше уже поняли, что я не отстану от этого дела, но уже смирились и тоже начали как-то поддерживать и помогать животным. Вот. Скажи, пожалуйста, Белый Клык, откуда взялось название? Белый Клык, название произошло от одной собачки. Когда на мой путь поступила собачка, это была белая собака, и у неё торчал клык, который, ну, удалили, и после этого и вообще и пошло название Белый Клык. То есть раньше я просто помогал животным, это была какая-то группа в WhatsApp, собрались люди неравнодушные, которые помогали. Ну, и после этой собаки мы решили профессионально помогать животным и вот как-то и назвали Белым Клыком. За пять лет вы прошли такой длительный путь, да. Ты бы мог сегодня вспомнить основные, наверное, вехи развития вашего приюта? Что вот стало каким-то, может, поворотным моментом, когда вот ты понял, что вот всё, это уже необратимый процесс, наверное? Белый Клык, да, существует уже пять лет на территории Карачаево-Черкесской республики, и скажу честно, это очень сложно, это было очень сложные года, тяжело, и пострадавшие животные, огромный поток животных, которые именно страдают от рук живодёров. То есть не просто их машина сбивает, а люди их действительно калечат. Также и со стороны недоброжелателей, людей, которые против моей деятельности, через это тоже мы прошли, люди поливали грязью, выставляли какую-то неправильную информацию про меня. Честно сказать, и морально это тоже было тяжело. Мы это вытерпели, пережили эти пять лет, но сейчас у нас, да, есть такое крупное название, и о нём все знают. Нас знают не только в России, но и за границей люди следят за моими аккаунтами, и поддерживают, и помогают. Как-то вот так. Ну вот ты сейчас сказал о поддержке, и хотелось бы подчеркнуть, что всё-таки, как бы там ни было, несмотря на все усилия, которые ты прикладываешь, конечно, госпиталь не может существовать без помощи, в принципе, жителей неравнодушных. Вот хотелось бы, чтобы ты немножечко рассказал о тех людях, кто вообще сегодня, в принципе, помогает Белому Клыку. Госпиталь, да, в первую очередь существует благодаря неравнодушным гражданам, как и Республике, так же и России, так как животное даже на свою зарплату я как бы не смогу поставить на ноги, так как счета за животных сейчас очень огромные. Огромное спасибо всем людям, которые поддерживают, помогают и финансово, людям, которые приходят в госпиталь. На данный момент у нас 4 человека, которые приходят в госпиталь и по мере своих сил помогают и ухаживают за животными. А вот в последние годы в обществе остро стоит вопрос бездомных животных. Как ты считаешь, вот как можно решить данную такую спорную тему? К сожалению, это больная тема и очень глубокая. То есть всё изначально идёт от домашних животных. То есть человек разводит своё животное, то есть это кошки или собачки породистые. Люди пытаются их скрещивать с другими породами. Либо породистое животное перекрещивается с обычной беспородной собакой. Получаются какие-то гибриды, которые людям не нужны, они не продаются. И этих животных выбрасывают на улицу. Вот из этого всё и идёт. То есть город у нас стерилизует животных. Мы тоже по мере своей возможности стерилизуем животных, беркуем и выпускаем на волю. Но они всё равно продолжают плодиться только из-за нелегальных разведенцев, домашних животных. Именно домашних. Ну как ты считаешь, система, может быть, каких-то штрафов или обязательств, она могла бы как-то повлиять? Вообще, как моё мнение, нужно перед тем, когда человек заводит котёнка или щенка, он приходит в первую очередь в клинику для прививок, для какой-то обработки от паразитов. В клиниках нужно ввести именно чипирование животных. То есть если человек выбрасывает это животное на улицу... По чипу могут определить? По чипу можно определить, да, чьё это животное и внести ему как бы за это штраф. То есть после этого человек будет уже думать, брать ему животное или не брать. Но это всё... Ну это практика вообще, в принципе, всех развитых стран. Так что как бы нужно... Это такая, да, сложная система, но если бы эта система у нас в республике работала бы, я думаю, что бездомных животных стало бы гораздо меньше. А как вот ты видишь дальнейшее, вот может быть, развитие своего приюта? Развитие приюта? Да, госпиталь. Вообще вот, ну понятно, что 5 лет это какая-то некая отметка, которую вы прошли, это было сложно, но тем не менее вы выстояли. А дальше? Каким ты видишь это развитие? Будут силы, будем продолжать помогать животным. Ну, дороги назад нету. Хоть многие говорили, нужно оставлять, заниматься своей какой-то личной жизнью. Ну, это такая ноша, то есть если взяли, то уже нужно какой-то нести ответственность за тех, кого не приручили хозяева. Я знаю, что у вас в госпитале периодически проходят различные акции. Вы приглашаете жителей города, республики, учащихся образовательных учреждений, да, вот к вам поближе познакомиться с животными. Вот расскажи про эту как бы практику. Да, конечно, у нас есть открытые дни, когда люди, дети могут прийти, пожалуйста, помочь чем-то, могут просто приехать на экскурсию, посмотреть на состояние животных. Также могут и помочь, как финансово, так и кормами, какие-то одеяла, подушки. То есть всё, что вам не нужно, пригодится нам. Большое спасибо сотрудникам из ГТРК, да, они тоже периодически помогают нам, приезжают. В марте, да, у нас 31 марта у нас был общегородской субботник, тоже поучаствовали и подарили нам несколько, сколько там мешков было, мешков 10, наверное, корма сухого для наших животных. Кстати, вот мы вспомнили про субботники, они периодически проходят у вас, общегородские. И мы вот побывали на одном из таких субботников, как ты сказал, и даже сняли материал. Я предлагаю нашим телезрителям посмотреть, как это было. В это тёплое весеннее утро в госпитале «Белый клык» было многолюдно. Десяток человек, отложив свои повседневные дела, пришли сюда, чтобы привести территорию госпиталя в порядок после долгой зимы. Среди них были как новички, посетившие приют впервые, так и те, кто уже долгое время оказывает всяческую поддержку обитателям госпиталя. Наталья Желонкина – одна из них. Эта энергичная женщина волонтёрит в приюте почти год. Каждое утро приходит вместе с руководителем приюта и варит кашу для собак. Помогает с уборкой, да и вообще по хозяйственным делам. Как признаётся Наталья, она была очень рада, что нашлись те, кто откликнулись на призыв поучаствовать в общем субботнике. И каждому пришедшему она безмерно благодарна. Молодцы, молодцы, прям помощники хорошие. Спасибо им большое. Мы не справляемся. Утром рано приезжаем, быстренько убираем Анару на работу. Как бы сказать, каждый день мы не можем такой вклад делать. Они умнички. Большое им спасибо. Вы обещали ещё учительнице с детьми приехать, но они должны в 10 часов приехать. Ну, тоже дадим что-нибудь. Молодцы, спасибо им большое. Добрые люди, пожалуйста, помогайте хотя бы материально, если не можете физически. Потому как собаки все израненные. Они все потерпели именно от людей, не от жизни, а от людей потерпели. Так что у вас есть большая помощь, как сказать, благо сделать для этих несчастных животных. По 100-200 рублей в месяц. Оно не трудно, кто-то 500, но оно будет большой вклад в этот. Хотя бы на корм. Хотя бы на корм. Ольга Маслакова также одна из старичков-волонтёров. О приюте она узнала из-за несчастного случая, произошедшего с уличным котом. Тогда Ольга привезла в госпиталь покалеченное животное, которое нашла на дороге. С тех пор тесно сотрудничает с госпиталем и старается оказывать посильную помощь. Оказываем помощь регулярно. Каждую субботу, воскресенье стараемся посещать. Всех животных знаем, любим. Животные все добрые, хорошие, ухоженные. Я считаю, что каждый человек должен оказывать помощь животным. Не обязательно в этом приюте, можно в своем районе подкармливать, лечить, стерилизовать, не бежать хотя бы, не гонять, не завозить, палками не бить, машинами не сбивать и так далее. Потому что очень много животных, вот на мой период, сколько я здесь нахожусь, более 10 животных были доставлены с различными травмами после катастроф, когда их сбивала машина, и люди бросали, не оказывали никакой помощи. Животные выживали только благодаря тому, что неравнодушные люди привозили их сюда и обращались за помощью. Помогать животным – добрая традиция в семье Камилы Хакимовой и ее племянника Рината Сулейманова. Уже несколько лет они приходят в госпиталь и помогают, чем могут. Вот и в этот раз они просто не смогли остаться в стороне. С нами еще обычно мама, но сегодня выходной, она осталась дома, а так она часто с нами бывает. То есть мы, да, мы всей семьей, сестра тоже приезжает сюда. Мы находим в этом, наверное, смысл жизни, потому что, когда ты делаешь что-то подобное, ты понимаешь, что ты живешь не зря. Вообще я очень люблю собак. Сегодня на субботнике я их вычесывала, им это очень нравилось. И они все слушались. На субботник приходили не только семьями, но и целыми трудовыми коллективами. Так от администрации Прикубанского района прибыли аж пять волонтеров. Как признаются девушки, решение было принято сразу. Ведь каждая из них уверена, что животным надо помогать. Мы увидели объявление в группе Уанара о том, что будет проводиться 31 числа субботник. Вот и решили подключиться. Собрали, допустим, я на работе собрала наших волонтеров. Мы вместе организовали поездку, и вот приехали помогать. Госпиталь находится в хорошем очень состоянии, все чисто. Собачки накормлены. То есть здесь желание и уход – это большое спасибо этому человеку, который все это организовал, потому что это необходимо. Собачки все такие добролюбезные, общительные. Да, помощь нужна, потому что одному человеку, как говорится, не справишься. Мы приехали помочь после зимы, как мы поняли, чистка вольеров, подготовка покраски и готовимся дальше к сезону. Поэтому хочется хоть чем-то помочь. Очень тяжело, очень тяжело, но не физически, а тяжело эмоционально слушать историю. За каждым вольером, за каждой собакой стоит такая судьба, которая просто кожа мурашками покрывается, кровь стынет в венах, потому что удивляешься тому, на что способны люди. Не остались в стороне и сотрудники нашего телеканала. Трудовой коллектив собрал определенную сумму денег и закупил 70 килограммов корма для обитателей госпиталя, которые были переданы в приют в этот же день. Последовать этому примеру может любой другой коллектив. Тем более, что приют не получает необходимой поддержки от городских властей и вынужден существовать за счет частных пожертвований и помощи. На субботник в госпиталь «Белый клык» собрались люди разных возрастов. Всех их объединило то, что в это воскресное утро они предпочли не остаться в теплой и уютной постели, а помочь братьям нашим меньшим. Почти с десяток неравнодушных людей целый день убирали клетки, приводили в порядок территорию, вычесывали кошек и собак. Все это в очередной раз доказывает, что мир не без добрых людей. Мадина Лайпанова, Виктория Карпенко из госпиталя «Белый клык». Но мы возвращаемся в наш студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель госпиталя для тяжелобольных животных Анар Баширов. Вот так прошел весело, интересно, субботник. Было понятно, что люди совершенно разные у вас собрались, но больше всего впечатлили, конечно, обитатели вашего приюта. Скажи, пожалуйста, каждого ли помнишь кличку из тех, кто там находится, собак, кошек? Каждого ли историю знаешь? И, собственно, есть ли у них, может быть, какой-то характер, особенности какие-то, которые тебя, как руководителя госпиталя, может быть, забавляют или вдохновляют в этих животных? Да, у каждого животного есть своя кличка, своя история. Каждое животное в нашем госпитале проходило через меня, через мои руки. Я их возил в Ставропольский край, лечили, и потом на какое-то дальнейшее лечение они приезжали в госпиталь. Да, как вы сказали, у каждого животного есть свой характер. То есть кто-то злой, кто-то добрый. Всё, как и у людей. То есть у каждого есть свой характер. Сколько сейчас вообще у тебя подопечных, скажем так? Собак у нас на сегодняшний день на нашей территории 43, кошек у нас 34. Это серьёзный такой достаточно показатель. Вы пережили зиму, сейчас начался летний какой-то сезон. Какие планы? К летнему сезону мы практически готовы. Животные сейчас обработаны от клещей, от блох. На следующей неделе готовимся к дегельмитизации животных, ну и далее прививки от бешенства, ну и от всяких инфекций. И мы, в принципе, готовы. Скажи, пожалуйста, вот часто я всё-таки слежу тоже за вашими аккаунтами в соцсетях, и я видела много историй, когда животные из приюта, они всё-таки находили своих хозяев, причём далеко за пределами Карачаева-Черкесии. Вот, может быть, тебе запомнилось особо как-то несколько историй, как ты вот обитателем своего приюта нашёл новый дом, может быть? Ну, к животным ко всем. То, что у меня находились и находятся, я отношусь, то есть одинаково, да. Но трогает то, когда забирают именно особенных животных, то есть это собачки-инвалиды. Кого-то трёхлапую собачку заберут, собаку-спинальника, то есть которой не ходят. Люди забирают, действительно, это большие города, у нас очень много животных, которые пристроены и в Москву, и в Санкт-Петербург, некоторые в Краснодаре живут. С республики, к сожалению, таких собачек, не знаю, пока что не берут. Ну, а какая-то история больше всего запомнилась тебе? Собачку... собачка Соня, София, которую подорвали петардами, это было 4 года назад, да, с собачкой мы поехали на такси, это было в новогоднюю ночь, мы поехали в Москву. На такси? На такси, да, это было в новогоднюю ночь. Поехали в Москву, оставили в клинике, клиника тоже белый клык называлась, вот так. Это, наверное, какой-то рок. Это какой-то знак, вот, оставили её там, после лечения собака не успела приехать ко мне в госпиталь, откликнулась девушка и забрала собачку в Санкт-Петербург. Из Москвы? Из Москвы, да, она сама приехала за ней на поезде, да, мы сделали ей все необходимые документы собачки, ну, и девушка забрала, и по сей день она радуется жизни и живёт. Вот такие истории, когда слышишь, наверное, всё-таки лишний раз убеждаешься, что не всё потеряно, да, и есть какие-то, наверное, всё-таки человеческие качества в нашем обществе, и это радует. Анар, у нас время заканчивается. К окончанию нашей программы хотелось бы вот такой вопрос задать. Если бы ты мог сегодня обратиться к жителям нашей республики, что бы ты, может быть, хотел бы им пожелать или, не знаю, что-то сказать, донести? В первую очередь хотелось обратиться ко всем жителям нашей республики, чтобы хотя бы не обижали. То есть если вы не помогаете животным, просто не трогайте этих животных, так как очень часто бывает такое, что животное просто сидит или лежит возле лавочки, а человек подойдёт, его просто ударит. Животное, естественно, проявит агрессию, и животное потом пострадает. Вот просто не обижайте этих животных, и если можете, звоните нам по мере возможности, поможем, подлечим, заберём. Ну вот как-то вот так. Мира всем и доброты. Спасибо большое. Я ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Я желаю вам ещё много таких юбилеев. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы обитателей всё-таки в госпитале было гораздо меньше. Спасибо тебе за этот разговор. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю хороших выходных и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»